Так, привет моя семья, моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединился. Тут я выписала несколько вопросов, которые мне задали и просили Таню присоединиться, поскольку Таня, сейчас мы ее увидим, вот Танюша, да вот так вот видно. Поскольку Танюша у нас работала косметологом и она знает уход за сухой кожей, потому что я вам советы даю только по поводу ухода за кожей комбинированной и за кожей гиперчувствительной. Как я делаю для себя, что помогает мне держать кожу в таком состоянии и не морщиниться, никогда не бывает у меня никаких прыщей, никаких высыпаний, ничего. Как я это делаю, у меня есть серии видео, а вот по поводу сухой кожи девочка меня спросила, я сказала, что я спрошу у того, кто это знает. Поэтому Танюша, ответь девчонкам, что по поводу сухой кожи. Здравствуйте, девочки. По поводу сухой кожи, у меня сухая кожа всю жизнь. Мое спасение это витамин Е в первую очередь. Я делаю такую смесь. Несколько капель витамина Е, несколько капель камфорового масла и несколько капель кастурового масла. Все это я перемешиваю и добавляю немножко детского крема. Это мой крем на ночь, ночной крем. Этим я спасаюсь и у меня никогда ни шелушения нет, ничего. Если вдруг какие-то прыщики возникают, ну их тоже, вы знаете, надо прижигать спиртиком каким-то, либо яблочным уксусом, это тоже очень хорошая вещь. В яблочный уксус добавляется несколько капель, опять же, витамина Е. И у вас есть такая вот для лица такая, тоник такой интересный. Можно просто смешать с лимоном еще добавить. Лимон и витамин Е, если нету яблочного уксуса. И вот этим протереть мгновенно кожу, точечно, опять же, там где прыщики у вас есть, там где проблемная кожа. И на этом все. Вообще все масла хороши. Оливковое масло очень хорошо. Для масочки желточек, сливки. В крайнем случае у каждого есть в доме майонез. А он для сухой кожи. Что, даже майонезом можно? Конечно, для сухой кожи он прекрасное средство. Я не использовала майонез. Прекрасное средство для сухой кожи. Ну да, в принципе, там уж и входит. Он межгновенно. Там яичный порошок, там входит масло. Тоже, там же витамины Е. Да, растительные. Пожалуйста, да. И плюс консерванты, которые убивают микробы на коже. Тоже. Не сильно повредят. Нет, они вообще не повредят. Это не вредно. Точно. Абсолютно не вредно. А если вы сделаете себе домашний майонез и с него намажете себе масочку. Ну, будет тоже. Да, домашний майонез рецепт. Сразу же рецепт домашнего майонеза. Танюша, она умеет готовить. Домашний майонез взбивается желток. Добавляется щепотка, на один желток. Щепотка соли, щепоточка сахара. Немножко горчички. Немножко уксуса. Ложечка там буквально. И добавляете, начинаете взбивать и добавляете подсолнечное масло. Это все взбиваете в той консистенции. А можно лимонную кислоту. Правда, вместо уксуса. Можно лимонную кислоту. Можно лимон вместо уксуса. Но все, чем заменяют уксус, все можно добавлять. Да. Можно и с травами уксус, и масло с травами. Какой вкус вы любите. Не бойтесь экспериментировать с едой. Да. Спасибо, Танюшенька, большое. Ребятки, а у нас сегодня такой дождь. У нас два дня идет дождь. Ну, вчера весь день не было, вечером был. Позавчера вечером. И сейчас днем дождь. И я такая довольная, что дождь пошел. Потому что я на эти выходные еду за грибами. Я еду в лес. Я еду за корнем аира. У меня куча дел. И буду делать опять эту приправу. У меня закончилась. Корень аира и корень имбиря. Это вот такая вот вещь. Кстати, имбирь очень хорошо прижигает тоже поверхность кожи. Если есть проблемные места. Вот имбирь тоже довольно-таки хорошее средство потереть. Его на терке. И с него выдавить пару калей. Я буду делать. Ценного очень сока. Очень хорошо. Буду делать. Буду делать. Я, кстати, с имбирем еще не делала масочку. Вот сейчас то, что Таня сказала, я обязательно выведу это там. Значит, прежде чем делать какие-то маски или что-то, я всегда пробую на себе. Или те, говорю вам, которые я, ну, уже лет 10 точно использую. Крема, так это уж точно. Вот. У меня мама врач, дерматолог. А моего мужа сестра и моя подруга Танюша, она у нас косметолог. Поэтому, ну, вы знаете, косметолог это не врач, а проходит курсы, потом обучение. Потом она в Болгарии проходила курсы. Она училась в Болгарии. И работала в Болгарии косметологом. Поэтому она знает все эти их примочки, прибамбасы болгарские. Вот у нас состоялся вчера разговор, я ее спрашивала, или позавчера, по поводу розового масла. Я думаю, оно же бешеных денег стоит. А иногда у нас продают розовое масло и сделано в Болгарии, сделано в Украине. Я точно знаю, что в Украине и в России нету заводов розовых. Нету. Я точно знаю, что в Беларуси не перерабатывают розовый завод. И я видела даже белорусское розовое масло. Но, девчонки, извините, я точно знаю, я была в Беларуси, я летала, я была стюардессой. И я знаю, что там, может быть, сейчас построили завод по розам и сделали плантации розы. И я спросила Таню. Таня, а реально ли в Болгарии есть ли плантации роз? И на самом деле это натуральное розовое масло. Да, это натуральное розовое масло, они производят розовое масло. У них есть такие плантации. Они даже табак еще производят. По сей день, кстати. Выращивают. Выращивают свой табак. И не завозят ниоткуда. Поэтому, ну, о табаке мы не будем. А вот о розовом масле, значит, получается, что натуральное розовое масло, это в основном болгарского производства. Так что, девчоночки, когда покупаем розовое масло, безумно полезно, кстати. Эфирное, я имею в виду. Берем болгарское розовое масло. Это туалетная вода прекрасная. Ой, туалетная, да, я вот купила болгарскую розу. И я ее все время душу сейчас. Прямо я не могу. У меня какая-то тяга к болгарской розе. И я посмотрела, туалетная вода болгарская, производство Болгария, добавление эфирных масел, и стойкость, и, ну, просто прелесть. Написано натуральное эфирное масло. Но это вам по поводу косметики. Вот. А так мы в основном используем, конечно, натуральные средства. Потому что лучше всякой люксовой косметики, это натуральные средства. Натуральные средства и есть люксовая косметика. Это я уже убедилась. Прожили хорошо, нормально, знаем. Использовали разные вещи. И ланком у меня, многие видят, там баночки. И, кстати, пишут. Ой, нам рассказывают за детский крем, а используют ланком. Девочки, ланком там был 150 лет тому назад. Баночки я оставляю и туда кладу свои собственные крема. Поэтому это вот на вопрос, а баночки-то у вас ланком. У меня раньше когда-то я использовала, но я когда увидела, что никакой разницы между ланком, между гарнир я не вижу, то зачем платить дважды? Что у меня гораздо лучший эффект. И лицо светится после моего крема, то я перестала, я отказалась вообще от люксовой косметики. Так что, вот так вот. Есть детский крем, где мало всяких... Почитающие суставы просто. Могу вам рассказать пример сейчас. Мне выписал дерматолог, у моего сына там проблемы немножко со сладким. Он, когда кушает сладкое, в подростковом возрасте его обсыпают крещами. Естественно, пока не ест, все прекрасно, мы им все выводим. Только поели, естественно, оно идет изнутри. Но подростки, они же очень беспокоятся о своей коже. И дерматолог для его успокоения выписал ему лекарство. Лекарство это заключалось в том, что ему надо протирать лицо тоником и использовать крем. Это все стоило 500 с лишним гривен. Вот эти вот две бутылочки такие маленькие. Я прочитала состав... Полтысячи, вы себе можете прочитать? Да. Молодец, врач. Все это... Выписала. Держи, дорогая, иди. И антибиотиков за 300 гривен еще. И антибиотиков за 300 гривен. Заодно и печень угробит. Ну а чего нет? Состав в этой продукции, я не буду называть марки эти, но состав. Все на основе салициловой цинка. Вот так вот. Ацетилсалицил, то что я люблю. Больше там ничего абсолютно нет. И во всех средствах еще никто не придумал лучшее средство от салициловой кислоты. Она не написала ей, и она ей не написала, купите ацетилсалициловую кислоту, которая стоимость 3 копейки. В Америке борются с этим, ищут, 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 но салициловая кислота на первом месте. Ничего лучшего нет. Да, я тоже считаю. Ну это вот такое косметическое видео вам, девчонки. Мы вас любим. Наши девчонки, наши мальчишки, наши подростки должны быть самые красивые. Не забывайте, что вы все дети Божьи, царя-царей. Он же сказал, дети мои. Я вас люблю. Обожаю. Пока-пока.